После того, как Народный банк Китая позволил юаню еще больше девальвироваться, в результате чего доллар США подорожал за уровень в 7 юаней, биткоин стал резко расти, поднявшись 5 августа до уровня в 11 880 долларов, а 6 августа вырос еще до 12 170 долларов. Действительно, как отмечает криптовалютный аналитик Ларри Кермак, китайский юань за сутки потерял более чем 2%, оказавшись на минимальном с марта 2008 года уровне к доллару США, renminbi dropped by more than 2% to 4157, day low in terms of AST, the last time, KNE, AST was trading this low was in March 2008. pique.twitter.com slash im56fit9 so 8, Ларри Чуормак, собака Ламастер, August 5, 2019 В итоге, индекс S&P 500 откатился от многолетнего максимума, достигнутого 26 июля, на 5,25%, тем самым оказавшись в 25-й по счету коррекции с марта 2009 года. The S&P 500 is down 5,2% from its high on July 26. This is the 25th reaction больше чем 5 since the March 2009 low. They all felt like the end of the world at the time. Знак доллара с SNS peak, twitter.com q1tm8zog7d Charlie Belelo, собака Чарлай Белелла, August 5, 2019 За сутки Nesdaq потерял более 2%, Dow Jones — более 3%. Пессимизм охватил и европейский фондовый рынок, агрегированный показатель Stocks K600 снизился на 1,7%. European markets in the red again, Stocks K600 минус 1,7% main sectors leading declines, Basic Resources минус 2,5% industrial минус 2,2% tech минус 2,3% luxury минус 2,4% German bands new all-time lows, минус 3 bps, the entire German yield curve is negative Now Italian bands минус 2 bps2pik.twitter.com slash 2xosn2sysuaijaomana Bersiccia, собака Кангчжао, August 5, 2019 И это связано с тем, что мировые инвесторы стали опасаться за судьбу мировой экономики на фоне валютных войн, которые затеяли США и Китай как продолжение их торгового противостояния. Однако инвесторам все это не нравится, поэтому они стали искать безопасные Г, полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.